приветик всем снимаю видео они больших покупках тут прошлись мы по магазинам и вот спешу вам показать что купили ну как всегда туалетная бумага зева 12 рулонов упаковка стоило 249 рублей я считаю что цена очень даже хорошие тут заходил магнит косметик так вот белая белый ценник на эту туалетную бумагу 399 рублей это просто какой-то кошмар платочки с ромашкой зева люблю обожаю покупаю стараюсь покупать только их были они по 89 рублей хорошая цена салфетки зева по 65 рублей по моему тоже была акция ну и как всегда молоко белый город на акции никакой не было 75 рублей по моему стоит пачка ну как бы куда деваться я беру только это молоко потому что она мне очень нравится что дальше прошлась по зеленушки белая дача микс терпким вкусом айсберг родичи кейл скидка была по моему 99 рублей в принципе можно конечно и сама все это порезать и капусту и капусту и морковку но когда вот силы нет времени нет это очень выручает потому что я ее просто выгружаю вот в ложку добавляю растительное масло обычный уксус каждый день самый дешевый муж ругается что я ем эту дрянь но мне очень нравится вкус и посолить немножко и все просто замечательный гарнир и как самостоятельно вкусно поесть и как гарнир там котлеткам к мясу хорошая вещь так за чтобы ухватиться хлеб для мужа такой вот бездрожжевой без без содержания муки цельное зерно кажется он стоил 66 рублей я такой не честное слово я могу только обычный хлеб есть а вот такой вот я вообще не люблю как камешек просто но муж любит скидка была на любимую колбаску молочный рублевский комбинат 270 рублей очень любим и жарим и на бутерброд ну и конечно в салат оливье загружаем только и и почему делаем с колбасой ну потому что я люблю на сушке волжский пекарь муж у меня обожает их 49 рублей пачка ваша не по моему очень дешевле было в магазине твой дом хорошая вещь также любимый сыр хохланд с вечиной 92 рубля все что я вам показываю показываю в одном экземпляре куплено больше просто чтобы не тащить все в камеру в общем все как всегда в общем любим на наш взгляд самый вкусный вот сыр с вечиной именно хохланд ну 92 рубля это цена без всяких скидок поэтому как бы да соль которую я всегда покупаю валитек вот такую вот 52 рубля она стоит мама говорит что это какая-то не соленая соль ну смысле если привык к обычной соли то потом посолишь такой и будет все не соленая ну и после нее если на обычную соль переходить все обязательно пересолишь перчик 249 рублей за килограмм и не стало что на блюдо все выкладывать потому что вот раз какая-то слабая плода овощная корзинка потому что набрали только то чего собственно в доме чтобы ну как это сказать рациональнее было использование всего имеющегося сейчас томаты маринованные пикантные с острым перцем муж у меня любит такие вещи 129 рублей стоила эта банка тяжеленная что вот нас всегда с мужем добивает в этих массовых закупках это тяжесть упаковки которые приходится тащить домой все это тащишь же на себе сразу еще одна баночка такое совсем хитрое вот такие вот томаты с маринованным укропом это уже по 189 рублей это тоже ассортимент магазина твой дом баранки обожаем вот эти вот горчичные мужские очень вкусные баранки просто замечательные с вареньем хорошо ну и как то сказать кому с чем кому с чаем кому с кофе упаковка 74 рубля не маячила в который раз очень нравится покупая подушечки на скрек была небольшая скидочка 98 рублей пачка так обычно больше ста стоит да ну вот как бы вот взяла потому что потому что любим муж тут набрал всяких соусов это что такое это уксус из белого вина вот у меня год почему ты не хочешь нормальный уксус использовать почему ты пользуешься этой дрянью от каждый день не знаю его мне нравится вкус и все не хочу ничего другого в общем она стоила этот уксус 178 рублей и какой-то это что вообще такое это наверное не бальзамический уксус уже эту упаковка 299 кажется так я ничего в этом не понимаю муж выбирает я просто такое и вообще не ем и сколько он не пытался меня приучить к этому все бесполезно как это не получается не знаю не люблю это что такое маслины без косточки по моему 119 рублей банка стоила ну что то есть я не ем а вот это я уже взяла для себя иногда я люблю делать соевый гуляш вместе с гречкой как готовится такое мясо просто высыпаете в ложку заливаете кипятком она там разбухает потом можно порезать помельче но и уже добавлять непосредственно допустим жареным овощам и смешать там с гречкой например или с рисом мне нравится больше всего с гречкой вот действительно похож на нас здесь наверно где-то на два раза ну или на одну большую сковородку макарошки в этот раз федеричи зерновые цельнозерновые спагетти стоили 68 рублей как с прессуны так пачка целлофан прям не подобраться да ну ради разнообразия я никогда не брала эти макароны макароны от федеричи я имею ввиду вот цельнозерновые спагетти интересно было попробовать что-нибудь новенькое и то что уже давно знакомо и беру не в первый раз это макфа цельнозерновые 48 рублей замечательное качество очень нравится вкус и в общем да вот когда вижу в продаже обязательно покупаю апельсинки вот с этим сладким местом написано было что это производство юар по 139 рублей за килограмм я набрала такой небольшой мешочек на 500 рублей ну на самом деле кажется что сумма большая но самих апельсинов там кот наплакал потому что они весят много вот ну как бы так апельсин у меня кстати я их как они у меня в ходу это второй завтрак апельсины и два стебля сельдерея вот как то так то есть сначала я ем стебли сельдерея то что совершенно невкусно но жутко полезно а уже потом вот закусываю апельсином как по и он у меня скрашивает мне вот это вот газ гадостное ощущение после поглощения сельдерея очень даже приятно яблочки это roll delicious 129 рублей за килограмм мелковатые но зато вкусные крепенькие такие сочные тоже сколько-то там мешок набрала ну как получилось любимый кефира гуша 22 рубля я стараюсь пару раз в неделю завтрак делать овсянку ну то есть вечер я заливаю кефиром в полушку из магнит косметик показал такие стеклянные баночки с зеленой крышкой вот да это просто знаете как тренировка силы воли что гадость невозможная ну что делать но зато очень надолго хватает сытости вот реально сколько кладу геркулеса на пакетик кефира наверное знаете где-то четыре столовых ложки полных до 45 столовых ложек ну так вот не очень сильно разбухает кстати зерно остается целиком и такое все в нормальном виде но сытости после такой еды хватает очень надолго что не может не радовать но на большее чем раз в две недели мне не хватает вот ну и конечно просто так я люблю попить кефирчик на ночь да вроде как полезно вроде как надо любимое масло брест литовска была скидка по 129 рублей сколько-то пачек набрала я всегда когда хорошая цена закидываю в морозилку верхний ящик да и она у меня там хранится достаю по мере надобности потом когда запасы засекают я соответственно опять обращаю внимание на скидки чтобы купить собственно говоря маслица еще что еще муж взял это дижонская простите дижонская горчица по моему она стоила сто двадцать 9 рублей что ли ли 179 почему-то я как-то ценник не запомнился я понятия не имею чем она отличается от обычной горчицы в горчицах вообще не разбираюсь не потому что не ем никогда ну уж выбрала мови дней еще одни макарошки такие никогда не брала вот какие-то за 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 фри какие-то мне просто понравился внешний вид упаковки 129 рублей стоили с пакетом за чтобы уцепиться глубика очень хорошего качества сейчас ее открою покажу я просто как увидела не могла пройти мимо посмотрите какой крупный шикарный голубик здесь упаковка 125 грамм двести восемьдесят девять рублей но по внешнему виду на того стоит обожаю голубика мне кажется самые вкусные ягоды можете представить что главное вне сезона круглый год их можем купить и это очень приятно так что еще муж взял каперсы кажется так я вас просил это вообще что такое много ну попробуй узнаешь пока ни разу не пробовал сколько он покупал в общем эта баночка стоила 229 рублей есть небольшой вес хотя не могу разобрать какой не знаю но не суть в общем кто знает напишите мне пожалуйста что такое каперсы буду вам очень благодарна покупка что называется вдогонку 199 рублей последнее время в продаже очень редко встречаются вот эти стандартные большие пачки везде к только компакт мне не очень не нравится там какой-то аппликатор непотребный совершенно а вот такие редко бывают поэтому в общем увидела и взяла стой на сказала что 199 рублей сейчас падать может быть и нет в одной палочке покупая только джонсонс в этот раз они были по 99 рублей очень нравится я покупаю сразу несколько пачек они стоят по разным углам очень хорошее качество решила попробовать я вот такую вот арахисовую пасту написано что она без сахара 299 рублей там разные вариации были синенькой крышкой по моему с кусочками арахиса еще с красной крышкой но я выбрал вот эту вот зеленую без сахара чай в этот раз все очень скудно потому что особо взять то было нечем за милфордом естественно и как это сказать направлялась в чайный отдел 12 трав по 89 рублей ну вот что было скидка была хорошая общем-то цена и серебристая липа это уже по 99 рублей больше ничего не было не мяты не ромашки и не знаю каком-то другом магазине смотреть как-то все неудачно вышло муж купил вот такие вот помидоры я все время как это не сушеные вяленые или как они там сделаны и не знаю что такая маленькая баночка стоит 317 рублей из 270 но он очень хозяйство уважает поэтому как бы это его выбор я не обсуждаю печеньки злаковая юбилейная с яблоком любимые печенье наши была скидка в пятерочке кажется по карте пятерочка 55 рублей что ли это очень хорошая цена вот поэтому я закупилась сразу масштабном количестве этим печеньем вот как бы до молочка закупились йогуртами так масштабно эпика размер xl малина лимон по 59 рублей кажется так обожаю просто вот эту малину лимон 2 2 вариант это банан злаки обалденная вещь тоже соответственно 59 рублей новинка для меня в валю лапландия появилась такая линейка с я выбрала с клубникой и печеньем по моему 79 рублей что ли он стоил интересно когда наступит как скоро наступит тот момент когда йогурта будут по сотни мне кажется уже совсем недалече тот момент валю вот такой вот в эриберри очень мама у меня любит 77 рублей еще один валю это уже еще один я им смысле по видам них разложила по одному достала по моему тоже 69 если этот 77 это более ценные наверное то вот этот вот 69 эпика с вишней вишни черешни обожаю 49 рублей хорошая цена удовольствием покупаю когда есть такая возможность и все варианты смуси которые я увидела в этот раз в продаже сантропе черника банан семена чья что тут еще сицилийский смуси мандарин и лайм сюда все свести тайский смуси манго и маракуйя бразильский смуси киви фейхуа и шпинат нам у меня в восторге они были знаете какая-то цена не было там 52 рубля но еще один вид был по моему гавайский смуси но мы его ужаса слопали я на пробу взяла почему по моему он был по 56 рублей но поверьте мне на кстати был еще торт ореховый по-королевски вот паучи но мы его уже так сказать ополовинили несмотря на то что не дожидаясь праздника поэтому я уж не стала его тащить сюда в кадр как бы да еще йогурты уже питьевые пармалат клубника и банан 59 рублей я не помню уже брала я такой йогурт или не брала буду выяснять вообще так и еще один пармалат стало интересно это с черной самородиной тоже соответственно 59 рублей куда бы тебя сироту пристроить чтобы ты не упал надеемся что не упадешь и пика тут что-то намешано апельсин морковь и мюсли тоже 59 рублей такое вообще никогда не брала понятия не имею что это такое да будем все тестировать и биобаланс это вишня черешня 47 рублей такая вот красота на кассе схватила мейлер белый шоколад куда-то пропал с морской солью из фикс прайса я даже заходила в перекресток там тоже в общем мало совсем было я схватила в пятерочки чуть-чуть и в общем вот решила белый шоколад купить 34 рубля ну так чтобы просто было перебиться пока не найду опять с морской солью а мента с фрешкола по 35 рублей это хорошая цена потому что в Ашане 42 по-моему стоит так а зубные щетки купила зубные щетки свои любимые я обожаю вот эти вот зубные щетки рич именно вот эти вот они какие другие разные цвета потому что ну чтобы у нас с мужем отличались щетки в общем ситуация какая когда-то давно когда эти щетки появились в продаже они были во всех магазинах и стоили достаточно адекватно ну конечно дороже обычных щеток но адекватно и были они в трех видов мягкие, средние и жесткие во всех магазинах в перекрестках везде были но потом куда-то они начали исчезать и началась проблема я уже по интернету их искала заказывала и в общем когда я случайно их увидела в магазине мы берем именно средней жесткости я конечно взяла стоимость 336 рублей за щетку ну взяла не две а больше я вам просто показываю обалденные зубные щетки очень нравятся у нас был опыт с этими как это сказать с механическими щетками с механическими вы поняли которые в общем да работают да от батареек или от чего там я не помню от зарядного устройства в общем не пошло не пошло я по случаю прикупила себе пару сковородочек вот такая вот беленькая 24 сантиметра это мой любимый размер посуду сковородки покупаю гипфель любимая марка ну эта сковородка конечно такая простецкая ну в смысле она как это сказать простецкая сковородка или нет определяется по тому сколько она весит вот эта сковородка легкая стоила она 2400 сейчас покажу вторую а вторая вот уже получше а вторая сковородка блинная 20 сантиметров в диаметре мама просто просила говорит бери именно 20 сантиметров она такая шершавая на ощупь как мраморная что ли 20 сантиметров а цена такая же 2400 то есть вот это вот качество уже повыше сковородное буду просить маму из печи блинов почему сама не пекула вы знаете чтобы мне не было как это сказать сколько я не пробовала не умею я печь блины вот мне стыдно но я не умею мама говорит что ты плохо практикуешься надо больше стараться ну пока вот вот так батончики байт любимые вишни миндаль я пробовала с разными вкусами наверное почти со всеми какие есть на мой взгляд их есть все можно но это фу а люблю я только вишню миндаль были они по 94 рубля сколько-то штук я набрала сколько не помню две такие плиточки вот альпингольд безе павлова шоколад молочный с начинкой 159 рублей мы уже брали он вкусный поэтому это была повторная покупка вот это вот я беру в первый раз это десерт ореховый торт он стоил дороже чуть дороже 169 рублей кажется так не смогла пройти мимо что за покупки если нет гели для душа кафе мими это кокос и кумкват я послушала аромат из упаковки знаете чуть с ума не сошла настолько он прекрасный и уже потом себя ругала почему я купила только один 143 рубля он стоил в общем если будет так же прекрасно раскрываться в душе то я конечно обязательно им затарюсь и наверняка это будет мое личное открытие года так куда бы его засунуть ну и последнее что было куплено это мешок наслаждения вы меня спросите Ира а как же диета снижение веса все такое ну вот так вот то я наслаждение то оно меня так и живем с попеременным успехом ну в смысле то мне удается бороться перед искушением наесться наслаждение я же не могу съесть одну конфетку мне нужно мешок съесть вот да то нет ну уж как получается особенно знаете вот как зайду в пятерочку как увижу эту здоровущую открытую коробку они на развес продаются и рядом эти фасовочные пакеты бери сколько хочешь лежат такие вот прям заразы да я сразу же набираю себе мешки 510 рублей за килограмм ну набрала как всегда большой мешок кстати меня убивает там фасовочные пакетики почему-то маленькие почему не вешают большие такие мешки знаете чтобы сразу несколько килограмм положить это конечно добивает да ну вот как-то так вот закупились вот есть вроде нечего а денег потратили прилично я так думаю наверное 1013-14 не знаю сколько тут вышло ну уж как вышло надеюсь видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока-пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok